Время возможностей, курс поддержки и пятая волна. В Беларуси значительно снизилось число заболевших коронавирусом. На что рассчитывают медики? Это большие итоги. Самые яркие информационные акценты недели от тех, кто видел все своими глазами. Я Мария Бересневич, мы начинаем. Весенний призыв, магазинная полка и брачный договор. Беларусы смогут бесплатно получить консультацию нотариусов. Когда? Инвестиции в здоровье. Санатории страны предлагают курс реабилитации для переболевших COVID-19. Эффект, конечно, чувствуется сразу. Как вернуться к привычному ритму? Как по маслу, бобруйский бренд получил знак качества лучшие товары Беларуси 2021. Автоматизированная у нас полностью вся линия от начала и до конца. Где создают кошерный продукт? По следам Эльзы в бобруйских массивах наводят порядки после январского урагана. Если это не убрать, это просто будет беда. Куда отправят поваленные деревья? Металлик снова в моде. Беларусские магазины пополнились новыми коллекциями. 80% из моей одежды – это отечественный производитель. Что с чем носить этой весной? Дефицит масла, отмена вакцинации и весенний снег. На Грецию обрушилась сильная метель, к чему привела аномалия. Время возможностей. В Москве прошли переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина. Встреча глав Беларуси и России – вторая с начала года. Однако разговор – один из важнейших за последнее время. Главная тема – ситуация вокруг Украины и экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления, которое оказывают на наши страны. Российский лидер подчеркнул – отмечается рост товарооборота. Он увеличился более чем на треть. Я вот поднимался к вам сюда в кабинет, и журналисты там издалека кричали – переживем санкции или не переживем. Слушайте, сегодня не так вопрос стоит. Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Я человек советский, вы из советского периода хорошо знаете. Мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили и развивались. Просто в силу сложившейся обстановки, даже не с санкциями связано, просто время мало прошло. Наши люди озаботились. Но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают. Президенты также провели международный телефонный разговор. Затем общение продолжилось за закрытыми дверями. Бесплатная консультация, единый реестр и майский уикенд. Следующие длинные выходные ждут белорусов уже через полтора месяца. На какое число выпадает Радуница? Громкие заголовки недели – далее в специальном обзоре. В Беларуси идет плановая призывная кампания. Ряды вооруженных сил этой весной пополнят несколько тысяч парней. Сейчас представители воинских частей и соединений знакомятся с новобранцами. Молодые люди проходят медкомиссии. Проводится распределение призывников по местам службы. В стране продолжаются мониторинги цен в торговых сетях. Внимание не только социально значимым товарам, но и всей магазинной полке. В списке несколько десятков позиций. Упоры инспекторы делают как на ценовую политику, так и на ассортимент. В Беларуси к 1 января 2023-го все пустующие дома внесут в единый реестр. Доступ к базе будет открытым и бесплатным. Каждый желающий сможет посмотреть характеристики постройки, а также в режиме онлайн увидеть местоположение, состояние и узнать возраст здания. Нотариусы проконсультируют беларусов бесплатно 15 марта. Оформление наследственных прав, составление завещаний, брачных договоров и отчуждение недвижимости. Участие в традиционной республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции, примут все конторы и бюро страны. Следующие длинные выходные ждут беларусов с 30 апреля по 3 мая, которая выпадает на Радуницу. Отработать за второе число придется в субботу 14-го. Еще три дня отдыха придутся на 7-е, 8-е и 9-е мая. Таким образом, рабочая неделя получится трехдневной. После ближайший праздничный уикенд ожидается лишь осенью. Жизнь после ковида. Белорусские здравницы предлагают специальные программы для переболевших коронавирусом. В санатории имени Ленина курс реабилитации включает в себя дыхательную гимнастику, лечебные процедуры, озонотерапию и спортивные нагрузки. Как прийти в форму за 14 дней, знает Татьяна Горбач. В свои 61 Маргарита Карпек чувствует себя прекрасно. Однако в январе омикрон застал ее врасплох. Протекал в легкой форме, но истощенный после инфекции организм все ожидал сбой. Начались серьезные проблемы с дыханием. Женщина лечилась дома в Солигорске, но восстанавливаться решила под присмотром опытных специалистов. Выбрала санаторий имени Ленина и не пожалела. Все процедуры в комплексе мы практически прошли и эффект, конечно, чувствуется сразу. У меня перестало болеть плечо, спина, дыхание восстановилось, нет одышки после коронавируса. Поэтому я советую всем приезжайте. В санатории разработали эффективную программу реабилитации постковидных пациентов. Минимальный курс 14 дней. Упор сделали на восстановление дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Здесь исключительно индивидуальный подход. Плюс самое современное медицинское оборудование. Инъекции озонокислородной смесью творят чудеса. Курс 5-10 процедур. Эффект длительный. Более полугода. У озона очень большая палитра хороших таких положительных воздействий на организм. И учитывая то, что окислительный потенциал озона очень высокий, у него хорошо выражена бактерицидная, антивирусная, антигрибковое действие, иммуностимулирующие действия хорошие очень, да. Доставка кислорода идет великолепная. Укрепить иммунную систему, вывести токсины и насытить ткани кислородом поможет специальный реабокс или сухая углекислая ванна. Процедура длится 15-20 минут. Двоокись углерода расширяет сосуды, улучшает кровообращение, работу пищеварения и других жизненно важных органов. В санатории в этом второй раз. Качество процедуры вообще отменное. Понижает давление, общее состояние улучшает кровообращение. Ну, чувствую себя хорошо потом. Вот приезжаю, постоянно беру эту процедуру. Восстановиться после инфекции поможет и электростатический вибромассаж. Он улучшает структуру органов, тканей и проводимость нервов, обладает противоотечным и обезболивающим действием. А если после коронавируса слабость и жизненная энергия на нуле, показана озонотерапия. Насыщает кислородом организм, улучшает кровоснабжение, очищает кожные покровы, благотворно влияет на кровоток, очищает кровь от токсинов, от шлаков, улучшает метаболические процессы. Есть и экзотическая процедура – герудотерапия или лечение пьявками. Это прекрасно разжижает кровь и способствует рассасыванию рубцовых тканей после перенесенной коронавирусной пневмонии. К услугам отдыхающих питьевой бювет и четыре источника воды – самый настоящий, лечебный, для приема внутрь и для принятия минеральных ванн. Вода из источника номер два улучшает работу желудочно-кишечного тракта и очищает печень. По своим физико-химическим свойствам аналогично воде курорта Трусковец. Здесь же можно попробовать полезный кислородный коктейль. Он повышает иммунитет, улучшает настроение и сон. Одна порция напитка равноценна прогулке в лесу длительностью 2-3 часа. Из плюсов – низкая калорийность. В арсенале санатория более 400 услуг. В прошлом году здесь оздоровилось 9 тысяч человек, многие после COVID-19. Мы разработали специальную программу, направленную на восстановление организма после перенесенной пневмонии, после нарушений, связанных с коронавирусом, тромботических образований. За время существования инфекции, практически мы живем с ней два года, у нас есть уже колоссальный опыт по лечению больных. Если в прошлые волны коронавируса в восстановлении нуждались в основном пожилые, с хроническими заболеваниями, то штамм омикрон на возраст не смотрит. За 2021 по всей стране стационарную медицинскую реабилитацию после COVID-19 прошли свыше 10 тысяч пациентов. Татьяна Горбыч, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Пятая волна пошла на спад. В Беларусь отмечается существенное снижение числа заболевших коронавирусом. Медики надеются, это была последняя вспышка формации пандемии, а инфекция перейдет в разряд сезонных заболеваний. Сейчас больницы постепенно переводят на плановый режим работы, однако расслабляться не стоит. Болеют в основном, конечно, более граждане пенсионного возраста, старше 60 лет, самый высокий уровень заболеваемости на сегодняшний день. Но, тем не менее, дети составляют в структуре заболеваний еще 12%. Та иммунизация населения, которая у нас идет, дала весомый вклад в профилактику и борьбу с пандемией. По последним данным Минздрава, более 5 миллионов человек в Беларуси прошли полный курс вакцинации. В Могилевской области это 600 тысяч, в Бобруйске – 126. Таким образом, иммунизация охватила уже 55% населения страны. Январский ураган знатно наследил как в городах, так и в лесном массиве. Только в Могилевской области пострадало каждое третье дерево. На днях президент поручил оперативно разобраться с ситуацией. Лесхозы, в свою очередь, уже на завершающем этапе. В Бобруйске выполнено 93% работ. О второй жизни деревьев – Карина Гуревич. Нынешняя зима выдалась богатой на ветреную погоду. Синоптики только успевали объявлять оранжевый, а то и красный уровень опасности. Местами порывы достигали 32 метров в секунду. Январский ураган оставил о себе напоминание по всей стране. Досталось и лесу. Глава государства еще во время послания к белорусскому народу поручил оперативно разобраться с ситуацией, а накануне еще раз поднял тему и поставил дедлайн – 15 марта. Сегодня лесхозы ведут активные работы, в их числе и Бобруйский. На территории лесхоза в 2022 году в результате шквалистых ветров зарегистрировано 365 гектар насаждений, требующих проведения на них рубок. На 93% территории уже работы по уборке поврежденных насаждений проведены. И осталось данной работы провести всего лишь на площади 22 гектара. Еще одна причина ускорить работы – весна. Пока земля замерзшая, особенно в болотистых местах, она позволяет технике въехать в лес без проблем. Сейчас в Бобруйский лесхоз на завершающем этапе сжигаются ветки и гнилые бревна. Все то, что нельзя пустить на переработку, трудятся здесь около 150 человек. Если, допустим, это не убрать, это, во-первых, в первую очередь пожароопасный период, когда наступит, когда немножко, чуть-чуть подсохнет, оно может просто как порохнет. Поэтому, если это не убрать, это просто будет беда. Лес, он как и маленький ребенок. Его нужно и вырастить, и выхалить, и дать ему, скажем так, дорогу в жизнь. Вот поэтому в народе просто наша профессия называется санитар и леса. К сроку, поставленному главой государства, весь лесоматериал вывезут к дороге. А к первому апреля завершат оставшиеся работы. Затем бревна отправятся на пилорамы, в мебельные цеха и на переработку в пилеты. Белорусским деревьям подарят вторую жизнь. Когда работы завершатся, очищенные территории ждет восстановление. Здесь высадят почти три миллиона молодых деревьев из бобруйского питомника. Это сосны и ели. По оценкам специалистов, ураган повалил больше половины месячной нормы от плановой вырубки. На восстановление пострадавших массивов отведено три года, но специалисты рассчитывают справиться быстрее. Лес, как любой живой организм, восстанавливается и перерождается самостоятельно. А вот люди могут сделать все, чтобы помочь ему. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Солнечный лидер, а вернее подсолнечный. Бобруйский завод растительных масел стал одним из ведущих в промышленности Бобруйска по итогам 2021-го. В производственной линейке порядка 20 наименований. Татьяна Горбыч о кошерной продукции без ГМО и консервантов. Этот завод старейший в отрасли и единственное предприятие в стране, способное с минимальными производственными потерями и себестоимостью перерабатывать рапсовое масло. И здесь компания в лидерах, в первую очередь, по итогам социально-экономического развития города за прошлый год. Плюс торговые марки Адериха и Рафини завоевали безусловную любовь потребителей и получили знак качества «Лучшие товары Беларуси-2021». Это настоящий источник незаменимых жирных кислот и целого комплекса витаминов. Продукт нормализует состояние кожи, снижает холестерин и даже способствует похудению. В год Бобруйский бренд способен выпускать до 22 тысяч тонн качественного масла без ГМО и консервантов. Ассортимент 20 наименований. Цифры тоже впечатляют. По итогам работы за 2021 объемы производства здесь увеличились почти в 3,5 раза по сравнению с 2020. С 2020 года загрузка наших производственных мощностей увеличилась почти в два раза. У нас, конечно, есть задумки и дальше наращивать свои производственные мощности, тем более, что наше оборудование позволяет это сделать. У нас достаточно высокая заработная плата, которая составляет по 2021 году 1931 рубль и выросла в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом. Завод осуществляет полный цикл переработки продукта. Оборудование самое современное. В 2016-м здесь провели комплексную модернизацию участка рафинации и дезодорации. Каждый этап производства под строгим контролем техники. Система очистки масла позволяет получать товар европейских стандартов качества. Благодаря модернизации увеличилась производительность переработки растительных масел. Если ранее мы за сутки производили до 20 тонн масла, то сейчас мы перерабатываем до 70 тонн рафинированного масла. Обновили здесь и линию розлива. Собственная ПЭД-выдувная установка позволяет фасовать масло в тару различной емкости. Производительность 3000 единиц в час. Затем по конвейеру бутылки поступают в разливно-упаковочную машину. Тут они запечатываются колпачками. Дальше этикетка. Здесь смотрю за качеством бутылки, которая идет. Смотрим дату, акцизы, чтобы наклейки были красивые, чтобы бутылки были ровные. Вот, чтобы качественный продукт шел. Работа нравится тем, что она автоматизированная у нас полностью вся линия от начала и до конца. Ручного труда нету. Ну и зарплата, конечно, стоящая у нас. Натуральность товара гарантирует регулярный покупательский спрос как на внутреннем, так и на внешних рынках. За 2021 экспорт вырос на 45% и составил 8 миллионов долларов. В числе основных потребителей Литва, Латвия и Эстония. А кошерный продукт Шалом нашел своих поклонников и постоянных покупателей в Израиле. Но главное, жители города на Березине всегда снабжены свежим растительным маслом. Татьяна Горбач и Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Мобильная индустрия, остановка экспорта и мануальная терапия. В Индии откроют мировой центр традиционной медицины. Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Евросоюз может столкнуться с дефицитом нерафинированного подсолнечного масла уже как минимум через месяц. Нехватку вызовет остановка экспорта из Украины. По разным оценкам, запасов ЕС хватит максимум на шесть недель. Заменить сырье в короткие сроки невозможно. Австрия временно отменяет обязательную вакцинацию от COVID-19, введенную в начале февраля. Это касается и штрафов 3600 евро для отказавшихся от прививки. Изменения ввели из-за легкого характера варианта штамма Omicron. Решение власти пересмотрят через три месяца. В Индии откроют мировой центр традиционной медицины. Отмечается он первый и единственный во всем мире. Методы лечения будут основаны на использовании свойств растений, животных и минеральных источников, а также на спиритуальной и мануальной терапии и различных физических упражнениях. На Грецию обрушились холода и сильные снегопады. Во многих городах температура опустилась ниже нуля, а дороги, особенно в горных районах, оказались покрыты сугробами высотой до полуметра. В школах отменили занятия. Жителям власти рекомендуют оставаться дома. В Барселоне прошла одна из самых важных выставок достижений мобильной индустрии. На ней представили концепты, которые могут стать реальностью в ближайшие месяцы. В списке новинок складывающийся в обе стороны смартфон, наушники с термометром и рекордная зарядка, которая продлит жизнь техники. Обновляем гардероб. Белорусские магазины пополнились новыми весенними коллекциями. Геометрические узоры, этнические орнаменты и крупный цветочный принт. В этом сезоне дизайнеры сделали акцент на практичные костюмы и удобные платья в пижамном стиле. С чем носить бессмертную классику, знает Ольга Васенда. Пришла пора весеннего шопинга. Обновление гардероба стоит начать с верхней одежды. Самый универсальный и практичный вариант – куртка. Дизайнеры предлагают модели как нейтральных оттенков, так и лазурного, желтого и цвета хаки. У белорусских производителей стоимость от 100 рублей. 80% из моей одежды – это отечественный производитель. Мне очень нравится, потому что цена, качество и модели очень достойные. Особенно из последних, мне кажется, что можно подобрать на любой вкус и на любую погоду. Для любителей бессмертной классики представлена палитра культовых пальто. Самая популярная – стеганая. Обойдется в 152 рубля. Модели разнообразные по фасону, силуэту, длине и цвету. Это оставляет простор для фантазии в сочетании с различной одеждой и обувью. В тренде – изумрудный и металлик. Бежевый тренч в стиле casual уже несколько лет не теряет свою актуальность. Сочетается как с классической, так и спортивной одеждой. Палестер не требует особого ухода. Плюс базовый тон легко можно разбавить яркими акцентами. Цена обновки – 126 рублей. В женский шопинг-лист весной 2022 стоит добавить гофрированное или шифоновое платье, удобный трикотажный костюм и, конечно же, базовую белую блузу. Цена отечественного производителя – 70 рублей. Для мужчин в этом сезоне актуальны различные оттенки коричневой гаммы – от самых темных до нежных карамельных. Разбавят образ элементы светлых тонов – рубашки, брюки, жилеты. Не менее популярен благородный и глубокий синий цвет. Скидочный день у нас всегда в четверг. И скидочки по пастачекам. Сейчас же мы уже подготовились к весенней коллекции. У нас было поступление недавно, мы получили также брюки, костюмы, жакет, также блузки. Делать луки разнообразными помогут головные уборы и аксессуары. Это в корне изменит стилистику комплекта. Если к джинсам и жакету добавить бейсболку, образ станет спортивным, со шляпой наоборот классическим. Даже самый базовый наряд можно превратить в мини-шедевр. Просто разбавьте его модной сумкой и трендовым украшением. В детских коллекциях белорусские дизайнеры делают упор на комфорт. Однако даже одежда для дома выглядит как настоящее произведение искусства. Мотивационные принты, трендовые цвета и, главное, натуральные ткани. Цена на свитшоты от 25 рублей, на джемпера от 8. В первую очередь обращаю внимание, естественно, на качество, на цвет. Люблю одежду нейтральных тонов. Ну и чтобы это было модно и современно. На неделе высокой моды в Париже большинство кутерей презентуют крупные банты, рюши и перья. На моделях как плотные платья миди с глубоким декольте, так и ультра-тонкие мини. Представлены здесь и наряды, расшитые камнями. Они покоряют подиум уже несколько сезонов подряд. В тренде также вышивка, бисер, пайетки и блестки. Ольга Васенда, Станислав Чечерин. Итоги недели. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруиск-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова